Глава 13. Кроме того, у меня была и руна, которая пишется на штанах мертвеца. Халдер Лакснес. — Нет, — сказал Николай Степанович, — Лефортова мне не по зубам. Они сидели на скамеечке возле памятника Гоголю, сидящему, а не тому, который от советского правительства. В стойках хиппи два престарелых юноша и девушка с ребенком расположились напротив. Толстый голубь разгуливал между ними. Юноша справа почти беззвучно перебирал гитарные струны, девушка перебирала волосы юноши слева. Ребенок из рюкзачка взирал на мир спокойно и снисходительно. — Так что остается у нас по большому счету только человечек, которого нам сдал наш друг Виктор Игнатьевич. И вот тут мне начинают терзать сомнения, друг, мой коммент. Думаешь, и его грохнут? Боюсь, что да. Я по неосторожности сболтнула покойным одному щелкоперу, которого вот уже второй день не могу найти. Хотя, конечно, это еще тот щелкопер. Про этого человечка знаю только я и пан-директор, но беспокойство видишь ли. — Может, плюнуть на все? — сказал друг коммент. — Не залупаться и пронесет. — Пронесет это от касторки. Нет, старик, они работают медленно, но тщательно. Асфальтовый каток. Придется нам доводить дело до логического конца. Ты ведь понимаешь, что это не банда, не мафия, даже не государство. Иная цивилизация — чисто биологический конфликт. — И мы вдвоем, втроем, втроем, — сказал он гусару, обиженно поднявшему морду. — Защитник и мать его человечества. — Не верится? — Знаешь, нет. Какой-то дешевый детектив. — Я вот тоже долго не мог поверить. Все знал, а поверить не мог. То есть не все, конечно, и не выяснили мы с тобой еще одну вещь, очень важную. — Ну вот смотри. Некто поставляет нашему другу Виктору Игнатьевичу вещество, которое превращает медь в золото и никель в платину. Что наш друг может предложить взамен? — И что же? Если бы я знал. — Спросим. — Я обещал оставить его в покое. Разве что он сам обратится за советом. — Ну, такое-то можно устроить, — хмыкнул комент. — Но, в принципе, это может сообщить нам и интересующий нас человечек. Заодно спрощим. — Так давай спросим. — Поверишь, неохота. — А кто этот человек? Николай Степанович огляделся, нагнулся к уху комента и прошептал едва слышно. — Академик Фоменко. Комент отодвинулся. — Это который... — Совершенно верно. — Я же его знаю. Я же к нему сам. Николай Степанович кивнул. — Теперь ты понимаешь, почему я? Академик Фоменко был известен всему миру как человек, совершивший революцию в кардиологии. Он не просто изобретал в изобилии новые методики. Он способен был по-настоящему пробивать и внедрять их. Деловитость его не знала пределов. Очередь в клинику была расписана на три года вперед. Просенькое устройство, названное микронасос Фоменко, уже спасло жизни тысячам людей и вообще грозило в обозримом будущем сделать смерть от инфаркта настолько же редкой, как от чесотки. Передвижные операционные в трейлерах-мерседесах косили по дорогам всего мира, зарабатывая твердовалютные миллионы для лечения безвалютных старичков из российской глубинки. Кроме того, был на эти деньги закуплен и переоборудован в плавучий госпиталь в теплоход «Александр Герцен». Себе же академик купил небольшой остров в Эгейском море с угодьями для подводной охоты. На почве этой охоты он продолжал демонстративно дружить с Фиделем Кастро. Американские кардиохирурги предавали его анафеме, называли шарлатаном в своих медицинских журналах и в Америку не пускали, якобы за дружбу все с тем же Фиделем. Но на родине именно он решал в свое время, кому из кремлевских старцев еще тянуть ремешок, а чей час уже пробил. Поговаривали даже, что в микронасоса для высшего эшелона было вмонтировано специальное устройство с дистанционным управлением. Но это уж явная фантазия. В последние годы Фоменко рванулся в большую политику и, похоже, всерьез вознамерился занять пост главы государства. И где мы его будем искать? Комин почесал нос. — Будем, значит? — переспросил Николай Степанович. — Не постоим, значит, за ценой? — А что нам еще остается? — Да. — Что ж, придется мне еще раз картишки раскинуть. Засекут, конечно, но да, это может и к лучшему. — Господа, не найдется ли у вас Таро? Привстав, обратился он к Хиппи. На него посмотрели с уважением. Колода нашлась в том же рюкзаке, где жил младенец. И, на счастье, оказалась не новоделом, а классической, марсельской. — Не продадите? Хиппи переглянулись, слегка замялись. За смешную сумму в 70 долларов колода поступила в полное владение Николая Степановича. — Зачем ты это? — спросил Комин недовольно. — Деньги тратишь. — А если на них выйдут? Николай Степанович показал глазами на рюкзак. — Лучше уж мы сами. Карты не ложились. Они не легли один круг и второй. На третьем Николай Степанович вдруг понял, в чем дело. Газеты продавались неподалеку у книжного развала. Он купил «Московский комсомолец», «Известия» и «Труд». Сообщения о трагической гибели кандидатов в президенты академика Виталия Тимофеевича Фоменко публиковали все три, само собой в различной тональности. Для МК факт взрыва бомбы на борту частного Як-40, летящего над Эгейским морем, сомнений не вызывал. Вопрос был только в том, кто подложил бомбу, военной или мафии. Две прочие газеты интересовались другим. Кто станет наследником могущественной медицинской империи и не перенесут ли в связи с инцидентом президентские выборы? «Жить будешь у меня», — сказал потемневший коммент. «И никаких отговорок, понял?» «Обсудим», — сказал Николай Степанович. Между числом и словом. Берлин. 1942 год. Ноябрь. «Хотите, я представлю вас Гиммлеру?» — спросил фонд Зиботендорф. «Стоит ли?» — спросил я. «От меня до сих пор пахнет болотами и гарью. Вы меня понимаете?» Он отвернулся и посмотрел в окно машины. Мы пересекали Адольф Гитлерстрассе. Витрины магазина напротив были выбиты, два мальчика в синей униформе подметали тротуар короткими метелками. Шуцман-регулировщик отдал честь нашей машине и поднял жезл. Берлин производил странное впечатление. Наверное, это был слишком большой город, чтобы ночные бомбежки могли сколько-нибудь изменить его облик. И в то же время казалось почему-то, что дома сдвигаются ночью, заступая место разрушенных, как солдаты гвардии Фридриха Великого. «Пятый Рим намерен оказывать поддержку генералу Власову?» — спросил Зиботендорф несколько минут спустя. «А кто такой генерал Власов?» — спросил я. «Понял», — сказал Зиботендорф. «Достойная позиция. Мы возимся с предателями, мы ценим предателей, но мы не любим предателей. Каковы бы ни были причины, подвигнувшие их на предательство? Но, Николас, поймите и вы нас. Германия напрягает все силы в борьбе с большевистской заразой. Мы благодарны вам за поддержку, оказанную в 20-е годы, за то, что вы помогли не позволить красному цвету возобладать в Германии, но платить по этим счетам бесконечно мы просто не в состоянии. Поэтому нам приходится выбирать, черт возьми, между верностью межорденским соглашением и верностью Германии. То есть вы намерены что? Что? Придать гласности наши отношения? Или использовать сокровенные знания? Или? Да, мы намерены использовать сокровенные знания. Хотели же вы применить меч Зигфрида? Применить? Не уверен. Я хотел лишь удостовериться в его существовании. Кстати, докопались вы до него? И еще нет. Я должен убедить Гиммлера заняться этой работой всерьез. И может быть лично. Рейхс-министр ощущает себя Ринкарнабулой Генриха Птицелова. И не уступит мне чести первооткрытие. Слушайте, барон. Давно хотел спросить вас, досрочное вскрытие могилы Тамерлана в ваших рук дело? Зибетендорф довольно расхотался. Нет, скорее ваше. Это ведь все у вас. Пятилетку в четыре года. Ребенка за семь месяцев. Нашему Диделю достаточно было выступить на портсобрании с почином. Это он произнес по-русски. А человек Берии лежал с жесточайшей амебной дизентерией. Дыньку съел. Вскрытие могилы величайшего завоевателя предполагалось осуществить в ночь перед июльским 41-го года наступлением Красной Армии. Но проследить за этим надлежащим образом мог только человек калибра Агранова, причем Агранова последних лет, после Некрономикона. Однако к тому времени ни самого Якова Сауловича, ни кого-либо из его сподвижников в природе уже не существовало. Случайно уцелевшая мелкая сошка, подмастерие красных магов, понимала кое-как свои участки работы и в общие стратегические планы посвящена не была. Да и не способна она была освоить стратегические планы. Ремеслом они владели даже не на уровне цирковых прести-дижитаторов, а так, наподобие униформистов. О том, что наш человек, спешачий в Самарканд, был кем-то выброшен на ходу из курьерского поезда, я говорить не стал. Барон мог этого и не знать. А то ж, чего барон мог не знать, знать ему и не следовало. «Как поживает тот таран?» — спросил я. «Никак», — буркнул барон. «Еще перед войной он погиб в горах. Он отслужил четыре месяца в Дахау, и его впечатлительная поэтическая натура... Зачем его понесло в лагерь? Я послал». «Все некра стишками балуетесь?» «Да», — с вызовом сказал барон. «Балуемся стихами». «И не поверите, помогает». «Почему же не поверю?» — пожал я плечами. Мы остановились перед черными железными воротами. Часовой в полосатой будке, не выходя, куда-то позвонил. Через минуту ворота стали медленно отъезжать в сторону. Часовой вышел на шаг из будки и стоял, отдавая честь. В нем было что-то не так, но что именно я понял только когда мы въехали в просторный двор, загроможденный неимоверным множеством скульптур, целых и разобранных. Все они были металлические, стальные, медные, бронзовые, чугунные, из незнакомого мне серебристо-серого сплава. Стояли явно не один год, потому что слой гуана на них лежал внушительный. Так вот о часовом. Он был в полевой эсэсовской форме, но на бедре у него висел тяжелый короткий меч. Машина подвезла нас к высокому каменному крыльцу перед добротной дубовой дверью в глубокой нише. Мы вышли, и дверь открылась. «Прошу, Николас!» — барон сделал приглашающий жест. «И постарайтесь ничему не удивляться!» Барон мог не предупреждать. Удивляться было-то, в общем-то, и нечему. Институт ННРБ на поверку представлял собой обычную немецкую контору, ничем существенным не отличавшуюся, скажем, от Рейхминистерства сельского хозяйства. Курьеры толкали вдоль коридоров тележки с папками, канцеляристы в нарукавниках и круглых очках выседали за столами, обитыми эрзац кожей. Разве что охранники, помимо парабелумов, вооружены были короткими мечами. «Здесь у нас отдел приколодной Ариасофии», — показывал барон, и делал это очень кстати, потому что таблички, написанные готическим шрифтом, читать было невозможно. Хотите ознакомиться? Отдел Ариасофии напоминал скорее хоровой Феррейн в момент подготовки к народному празднику. Несколько полноватых мужчин и женщин в нарядных крестьянских костюмах, сидя полукругом в позе лотоса, пели на дурном санскрите серебряную сутру на мотив Майн Либер Августин. В другой комнатке, тесной, заставленной картотечными ящиками, длинно усы и лысый человек в шафрановой тоге поверх костюма тройки и все в тех же нарукавниках, выкладывал из черного песка свастику. Нас он не заметил и продолжал увлеченно трудиться. — Не будем отвлекать, — шепнул барон Пятись. — Это наш крупнейший специалист по улучшению арийской символики. Следующий кабинет представлял собой мастерскую художника. Девять совершенно разных, но одинаково голых натурщиц позировали на подиумах художнику в парадной эсэсовской форме и черном клиенчатом фартуке, густо заляпанным краской. — Клаус обучался живописью самого фюрера, — шепнул Зиботендорф. Чтобы не нарушать творческого экстаза, он создает образ идеальной арийской женщины. Про образы идеальной арийской женщины, увидев группенфюрера, разом скинули руки. Художник, не оборачиваясь на нас, разразился разнообразными доннерветернохайнмалями. Мы удалились, пятясь, хотя мне очень хотелось задержаться. Из чисто эстетических соображений. В следующем кабинете три молодых человека обступили большую картонную модель угловатого танка. Из нескольких ледриновых папок они доставали шаблоны рун и прикладывали к башне и корпусу. С ними мы разговорились, и рунознацы объяснили мне, что таким образом, вписывая руны в силуэт, они пытаются улучшить боевые свойства перспективного тяжелого танка. На столах и полках стояли макеты поменьше, среди которых я узнал ЭТ-34. О да, перехватив мой взгляд, сказали они, совершенно иная система. И мне предъявили папку, в которой лежали трафареты литер-глаголицы. Идеальная выкладка. Да, подумал я, без консультации Скопеншуйского конструкторы этой машины явно не обошлись. И после этого Сафроний будет утверждать, что орден в текущую политику не вмешивается. По коридору навстречу нам двигалась странная процессия. Впереди шли два эсэсовца с умноженными мечами. За ними двое следующих волокли скелет в комбинезоне летчика. Запястья и лодыжки скелета были скованы двумя парами наручников. Замыкали шествие еще два меченосца. У одного из них на плече сидела маленькая сова. — Все, некрономиконом не натешитесь? — спросил я. — Некрономикон давно пройденный этап, — гордо сказал барон. — Астральпиц, еще не слышали? — Нет. — Услышите. — Пообещал он. Войдя в следующую комнату, я изумленно остановился. Там среди больших камней, испещренных пиктограммами и закрепленных между ними кривеньких стволиков, выросших на всех ветрах сосен, два белокурых, бронзово-кожих атлета сжимали друг друга в отнюдь неборцовских объятиях. Зибботендорфа это зрелище явно восхитило. А как бы порадовался Кузьмин? — Рудольф, — сказал я, — насколько я помню, по законам Рейха, этим ребятам самое место в том самом Дахау, кажется, розовый треугольник. — Вы попали пальцем в небо, Николас. Наша задача — противопоставить гнусному жидовскому гомосексуализму подлинноарийские отношения между мужчинами. — Женщина, как известно, есть начало расслабляющее. Для нас же расслабление недопустимо. История нам этого не простит. — А как же идеально арийская женщина? — озаботился я. — Откуда же возьмутся миллионы младенцев для будущих легионов? Он хитро посмотрел на меня, подмигнул и сказал. — Мы работаем над этой проблемой, и она будет решена наилучшим образом. — Красная магия тоже озабочена этим, — сказал я. — Даже в фольклоре отмечено. Русские женщины поют. — Девушки, война, война, я осталась одна. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Фонзе Бутендоров глубоко задумался. — Значит, репродуктивное лесбиянство представляется вам более перспективным? — Разумеется. Недаром же Советский уголовный кодекс не предусматривает наказание за женскую однополую любовь. — Это следует обдумать. А здесь у нас отдел пола земли. Мы вошли в просторную комнату с закругленными углами и очутились как бы внутри яйца. На стенах рельефно проступали искаженные очертания материков. Сами мы попирали сапогами белоснежный щит Антарктиды. — А вы знаете, что Антарктиду открыли древние арийцы? Пристукивая каблуком, Ищурис спросил меня Зибутендорф. — Как? И Антарктиду тоже? — Да. Доказательства налицо. В неканоническом тексте Хеймс Триндлей с Норрис Турлсона упоминается поход на Париж дружины ярла по имени Торкель Бешеный Пингвин. — Ну и что? — сказал я. — У меня был знакомый поручик Асхат Кенгуров. Следовательно, Австралия открыта новгородскими ушкуйниками. Зибутендорф не нашелся с ответом. — Надо сказать, что я шутил, а на самом деле мне было слегка не по себе, поскольку на рельефной карте тут и там были разбросаны черные телесколоны, заключенные вал и круг, и все они приходились на места расположения известных мне румов. Правда, не все румы, известные мне, были ими отмечены, но это уже не так важно. — А это что? — Ваши филиалы? — простодушно спросил я. Барон вздохнул. — Если бы я знал. По легенде, это места входа в подземное царство. Оттуда повелитель Агархти рассылает своих гонцов во все страны. — Так у вас есть и карта Агархти? — Разумеется. Но вряд ли найдется хоть один разумный человек, который сохранит рассудок, ознакомившись с нею. Есть два специалиста, которыми мы пожертвовали. Ни одного ли из них волокли по коридору? — Нет. — Это юноша Шелленберг пытался внедрить своего человека в Агархту, — А вытаскивать, как вы понимаете, пришлось нам. — Меня тревожит ваша откровенность, барон. — Напрасно. — У вас идеальный арийский череп. Вы враг большевизма, следовательно. — Ваш друг? — Если не вдаваться в мелкие подробности, да. — Вот посмотрите. Отдел Вечного Льда. Отдел Вечного Льда состоял из двух тесных комнатушек, где сидели все те же унылые небелунги в нарукавниках. Один из них был облачен в голубую тагу, другой в пурпурную. Столы и стеллажи завалены были грозбухами и папками, тонкими и пухлыми, серыми и оранжевыми. Похоже, борьба льда и огня выведена была здесь, в пространство канцелярских абстракций. В отделе оккультной геральдики меня принудили заполнить анкету из 111 пунктов. В числе вопросов были такие «Причина и обстоятельства вашей смерти», «Имеете ли родственников за пределами сознания?» и «Чей реинкарнабулой являетесь в настоящий момент?» С первыми двумя из этих вопросов я справился довольно легко, а над третьим задумался и решил вписать оруджу Барбароссу, чем вызвал определенный ажиотаж у тружеников астрала. Герб не начертали в полчаса. Он был красив, черный с серебром. Косой Андреевский крест пересекал щит. Горностай был в верхнем серебряном квадранте, Грифон — в нижнем черном. В правом черном располагалась четырехконечная серебряная звезда, а в левом серебряном — шестиконечная черная. Короче, был мой герб эклектичен и нелеп, как лес Островского в постановке Мейерхольда. «Здесь еще не достает портрета фюрера. С девочкой мамлокат на руках!» — сказал я. Зиботендорф захохотал. Отдел Луны был самый большой и самый красивый. По крайней мере, там был хоть и небольшой, но настоящий музей — пилота Люфтваффе Курта Келлера. Под стеклянной витриной лежал его диплом об окончании гимназии в городе Вюфцдофе, значок Гитлер-Югенда, медальон с портретом угрюмой девушки и завязанная узелком прядь волос, увеличенная семейная фотография велосипеда-гитара. Девушка-экскурсовод, та самая с медальона, поведала ритмичной прозой о том, как ее жених был послан фюрером с высокой миссией водрузить знамя Рейха на северном полюсе Луны. На сконструированном им аппарате Курт Келлер опроверг измышления неорийской физики, подал условленный сигнал фальшфейерам из окрестностей Луны и по коротковолновой рации сообщил, что борется с сильным боковым космическим ветром. Через несколько дней по радио донеслась суровая музыка Хорта Весселя, Курт взял с собой патефон и несколько любимых пластинок, и прерывающийся голос пилота «Мой фюрер, вашим именем! Территория Рейха! Отныне и на тысячу лет! Водружен! Прощайте! Умираю с именем!» В честь этой победы мастер Хагель, ученик великого Фаберже, изготовил серебряный кубок с эмалированными медальонами, из которого наш обожаемый фюрер пьет по утрам карлсбадскую воду. Когда мы покинули музей, я вопросительно посмотрел на барона. Он несколько смутился и стал рассказывать. «Видите ли, Николас, когда мы навели справки, оказалось, что все курты-келлеры, когда-либо поднимавшиеся в небо, либо живы и здоровы, либо геройски погибли на фронтах. Диплом гимназии с таким номером никому не выдавался и так далее. Однако убежденность юнгфрау Хильды оказалась настолько велика, что передалась даже фюреру, а ведь он особенно тонко чувствует границы между грубой истинной фактов и подлинной истиной духа. «Это все хорошо», — сказал я. «Но вот водружен ли флаг?» «Ах, Николас!» — сокрушенно вздохнул Зиботендорф. «Никогда славянам не достичь высот индо-германского духа. Вот в город Китиш вы верите?» «Понял», — сказал я. «Вопросов нет». «А почему такое грандиозное достижение замалчивается?» «Неужели вы не понимаете?» «Нет». «Но ведь луна — владычица приливов. Покуда на ней развивается германский флаг, никакие боевые действия со стороны моря против Германии невозможны». «Да что там? Мы уже владычествуем на морях. Где английский флот?» «Отсиживается в гаванях». «Где американский флот?» «Мы его не видим». «Где, извините, ваш флот, Николас?» «Измеряет собой глубины внутренних морей». «А матросы осваивают штыковой бой». «Вот что значит владеть луной». «И вы боитесь, что, скажем, англичане...» Он внимательно посмотрел на меня и медленно кивнул. Я подумал, а не испугать ли его еще больше рассказом о ракетном полете зэка-инженера из шарашки СКБ-6БИС Иосифа Ушеровича Блюма. И решил, что пока не стоит. В тибетский отдел нас не пустили. Барон бушевал, объяснял вышедшему нам навстречу монаху, кто мы и кто перед нами монах, настоятель монастыря и сам Панчен-Лама, но монах вежливо кланялся и на хорошем немецком повторял «Фергботен, фергботен, фергботен». «Даже фюреры иногда не пускают». Возбужденно похвастался барон, когда мы поднимались на следующий этаж. «Знают паршивцы, что от них все зависит». «Слушайте, барон, а вот такой вопрос вы не сочтете бестактным? Что ваша армия так вцепила из Сталинград? Или эта магия имени действует?» «Ну, Николас, кому как не вам знать это?» Усмехнулся барон. «Неужели хотите раскопать Мамаев курган?» «А почему бы и нет?» «Вопросом на вопрос ответил барон». «Странная логика. Ведь кто такой в стучности Мамай?» «Побитый мятежник?» «Самозванец без рода, без племени?» «Это будет наш маленький сюрприз», — сказал барон. «Хотя вообще-то, хе-хе-хе, не такой уж маленький. А вот, пожалуйста, отдел Зигфридова меча». «Меча еще нет, а отдел уже есть?» «Упредить победить?» «Так, кажется, выражался ваш Кутузов». «Кутузов выпредить?» «Хе-хе, весьма сомнительно». Кутузов поражал своих врагов полнейшим бездействием. Как Фабий Кунктатор. Слова же сии принадлежат то ли Александру Македонскому, то ли графу Суворову, то ли Сунь-Зы. Хотя нет, тот говорил «удивить победить». «Так я вас удивил», — поинтересовался барон. «Скорее озадачили». «Чего только не придумают люди, чтобы не попасть на Восточный фронт». Кажется, он обиделся. Отдел Зигфридова меча изучал его предполагаемые свойства. Воображаемый на Тунг помещали в магнитные поля, травили кислотами и поражали сильнейшими электрическими разрядами, подвергали действию рентгеновских и радиовых лучей, испытывали наизгиб, разрыв, сжатие, совершенствовали способы заточки, осваивали боевые приемы. Это было непросто, поскольку одному человеку поднять меч Зигфридова было не по силам. Здесь же просчитывались способы полевого применения меча в армейских и фронтовых операциях. Все это было чрезвычайно интересно и живо. Гораздо более угрюмые люди населяли отдел астральной разведки и астрологии. Я не очень хорошо понимал, как астрология сопрягается с полой землей и вечным льдом, но здесь это, похоже, никого не занимало. Зибботендорф жарко зашептал мне на ухо, что астрологи и астрало-испытатели сейчас вплотную приблизились к разрешению задачи окончательного покорения Луны, и, возможно, именно в эти минуты готовы дать ответ, какие же условия и сроки надлежат соблюсти. Группенфюрер, начальник отдела седобородый и лысый мудрец неопределенного возраста, облаченный в темно-синюю тагу без знаков отличия, вышел вперед. Задание партии исполнено, и мы готовы представить фюреру подробнейший доклад. Но прежде разрешите ознакомить вас с выкладками, они крайне интересны. Давайте. Барон щелкнул пальцами. «Должен сказать, что интерпретация полученных фактов...» «Давайте, давайте!» — поторопил Барон. «С интерпретацией дирекция разберется сама». Мудрец набрал побольше воздуха и начал. «Покорение Луны произойдет тогда, когда Вернер фон Браун поможет Аполлону оседлать Сатурна в стране цветов. В море пламени вознесется и повержен будет Сатурн, и части тела его упадут в океаны. Борман будет парить вокруг Луны. «Борман?» — поднял брови Зибутендорф. «Так группенфюрер сказали звезды». «Ну-ну. Хотя все логично. Кому и летать на Луну, как не заместителю фюрера. Борман, все сходится. Продолжайте». Коготь сильной руки вонзится в лунные скалы, и вонзит его человек на спине орла, опустившийся к подножию лунных гор. Басовито звучащий старый гонг будет за его спиной. «Что-что?» «Какой еще гонг?» «Старый гонг. Басовито звучащий. Из протектората богемия. Так сказали звезды». Зибутендорфу задачно почесал костяшки пальцев. «Да». «В таком виде представлять доклад фюрера будет весьма опрометчиво. Вы не поняли меня, группенфюрер. Сам доклад занимает 22 страницы и выкладки. Я все понял, советник. Моя вам рекомендация следующая. Провести еще один астральный поиск и выяснить по пунктам точную дату события, имя человека с сильной рукой, породу орла, что за страна цветов, аргументировать необходимость гонга, если он действительно необходим, и то, как выглядит и где его искать. Точка». «Но ресурсы медиумов на исходе. Люди спят по три часа в сутки. Наши герои в Сталинграде вообще не спят, штурмуя последние рубежи большевизма. А вы здесь, теплее сытости. Стыдно, советник?» «Да, группенфюрер. Мне стыдно, что я не могу сделать большего для Рейха. Я готов отправиться на фронт, если от меня там будет больше пользы. Но прошу поверить, мои медиумы срочно нуждаются в полноценном отдыхе и лечении, иначе мы их всех потеряем». «Хорошо, Волюганг. Будет вам и отдых, и санаторий в Альпах, но после того, как доклад идет наверх. Последнее усилие, дружище?» «Есть. Я это сделаю, группенфюрер». «Да, еще одно. Подойди сюда, Виллибальд». Подошел, кривясь на один бок, солдатик из самых неказистых. Только глаза у него были не такие уж и простые. Глубоко сидящие, темные, в нужный момент бьющие, как из засады. «Наш дальний разведчик», — представил его советник. «Неделю продержался в Советском Астрале. Расскажи, Виллибальд». «Обо всем?» — с плохо скрытым ужасом посмотрел на него солдатик. «Я ведь предоставил рапорт». «Нет, Виллибальд», — мягко сказал советник. «Только то, что в рапорт не попало». «Что-то не попало в рапорт?» — напрягся Зибутендорф. «Почему?» «Я не уверен в истинности увиденного. Доля секунды, краткий миг. Это был последний день поиска. Восточная Сибирь, тайга». «Возможно, я просто переутомился. А главное, я до сих пор не могу идентифицировать мои наблюдения, поскольку ни в одном определителе не нахожу ничего подобного». «Вот как, Николас? Вы не согласитесь по старой дружбе проконсультировать нас?» «От Восточной Сибири меня пока Бог миловал», — сказал я. «Что там может быть? Ну, заводы, ну, лагеря, рудники. Кое-где, по слухам, сохранились староверы». «Не то, не то!» — дерзко сказал солдатик. «Подобное лагерю, но не то. Я летел сквозь звездную мглу, и передо мной внезапно распахнулся занавес. Но за занавесом была не тьма и боль, как то бывает над лагерями, а дикое злобное веселье. Всего лишь долю секунды я мог наблюдать это, после чего мне вышвырнул за пределы пояса, и пришел в себя я уже над степями Монголии. Но в эту долю секунды я успел заметить там, в лагере, который был вовсе не лагерем, сотни людей в дикарских одеждах. Они плясали!» «Великое дело», — сказал я. «Ваши коменданты развлекают себя еврейскими оркестрами, а там какой-нибудь майор Жопкин поставил силами языка князя Игоря с половецкими плясками. У нас и заслуженные артисты сидят, и даже народные». «Ну почему же меня с такой силой отбросило?» — обиженно спросил солдатик. «Я с легкостью необыкновенной преодолевал даже завесу над Кремлем». Зибутендорф посмотрел на меня, я на него, потом на солдатик и пожал плечами. Никаких предположений у меня не было, хотя... «Чем вы пользуетесь для ухода в астрал?» «Пьетлем». «Ну, тогда, скорее всего, вы наткнулись на лагерь, где для кайфа в честь славной 25-й годовщины октября употребили достаточное количество мухоморов. Я слышал, что есть умельцы, которые круглый год выращивают их под полом бараков. Кактус же и гриб, как известно. Вековечные соперники». Солдатик помрачнел. «Мы уже пробовали на нем мухоморы», — сказал улыбнувший советник. «Но он впадает в экстаз берсерка». «Вы обещали никому не рассказывать!» — еще больше смутился солдатик. «Ставьте это в рапорт», — велел Зибутендорф. «С комментариями. Аналитики разберутся». Дальше нас ждала галерея богов, гигантов и вырожденцев. По зламыслу скульпторы и мадам Блавацкой — это были предшественники нынешней человеческой расы. «А здесь отдел практической истории», — сказал барон. «Но там никого нет, их всех отправили на фронт. Даже машинисток». «Представляете, Николас, эти идиоты тайком от меня решили сделать фюреры сюрприз ко дню рождения. Они, истратив уйму денег, извлекли из IX века два десятка самых настоящих викингов для личной охраны фюрера. Извлекли. Уникальная остановка после этого превратилась в металлолом. Но даже не в этом суть. Главное, что самый высокий викинг из этих прославленных богатырей древности ростом был мне до уха. Плохо питались наши предки». Что же касается боевой выучки, то любой парнишка из атлетического форейна мог раскидать пятерых. Никуда, кроме похоронной команды, они не годились. Да и там их очень скоро расстреляли за мародерство. Мы стали подниматься на третий этаж. Я обратил внимание, что ковровая дорожка здесь была куда свежее. На площадке по углам устроены были пулеметные гнезда из мешков с песком. А над гнездами во всю стену висело исполинское полотно в золотой раме. Неизвестный мне художник изобразил фюрера в образе древнего гиганта в тигровой шкуре. Босыми ступнями бывший эфрейтер попирал вечный лед. Над головой его закруглялся купол пола земли, а половину пространства полотна занимал огромный лунный диск. Картину следовало рассматривать долго, как сад земных наслаждений Босха. В левой руке фюрер сжимал пылающий факел, а правая рука, вооруженная мечом Зигфрида, пересекала враждебные поползновения луны, на поверхности которой явственно просматривались безобразные существа, в ужасе расползавшиеся от крошечного красного знамени со свастикой в белом круге. Могучее тело фюрера было бледным и даже синеватым. Сверхрельефные мышцы вздувались, легкая поземка холодила ноги вождя, попутно заметая развалины древнего города. «У вас полная свобода творчества, Рудольф!» «С восторгом сказал я. Попробовала бы кто-нибудь в России изобразить таким манером Сталина. Кто автор?» «Э-э-э!» — хитро сказал Зеботтендорф. «Ни почем не догадаетесь. Неужели шагал? Берите выше! Сальвадор Дали! И если я вам скажу, сколько ему заплатили...» «Но ведь он декадент!» «А, за такие деньги он выдавливал из себя декадента не по каплям!» «Как советовал ваш классик, а как из клестира тугой струей!» «Дуччи увидел эту картину и упал в обморок от зависти!» На третьем этаже располагалось всего два отдела — «Крови дракона» и «Ариизации кабалы». Коллектив кабалистов был смешанный немецко-еврейский. В кабинетиках, где они сидели подвое, было тихо и спокойно. Исследователи читали тексты, комментировали их друг другу, пытаясь разобраться в темных и двусмысленных местах. Кто занимался гематрией, кто нотариконом, кто тимурой. Так, во всяком случае, гласили таблички на дверях. Насколько я знаю, кабалу работы сотрудники отдела были обеспечены на 5-6 тысяч лет. Но в помещениях отчетливо пахло типографской краской, а из-за двери в торце коридора доносился отчетливый механический стрекот. Значительную часть обширного зала занимал странный механизм, напоминающий огромный арифмометр, соединенный с телетайпом. Барабаны арифмометра медленно проворачивались, издавая щелкающие звуки, а телетайп непрерывно извергал из себя бумажную ленту, которая поступала под механические ножницы, и разрезалась именно куски размером с театральный билет. Две белокурые девушки в синих халатах брали эти билеты, скатывали в трубочки и отдавали солдату, который и производил основную операцию. А заключалась она в следующем. Вдоль стены в прочных железных клетках стояли слепленные из глины грубые подобия человеков с огромными распахнутыми ртами, числом 5. Солдат вынимал изо рта очередного болвана, уже лежащую там бумажку, вкладывал новую и возвращался к девушкам. На каждую использованную бумажку ставилась печать, исходящий номер, после чего она накалывалась на заостренный проволочный штырь. В углу комнаты уже стояло десятка три полностью использованных штырей. Делась все это молчком, движения людей совпадали по ритму со щелчками арифмометра, и впечатление создавалось самое жуткое. «Пойдемте отсюда, барон», — сказал я. «Здесь начинаешь представлять себе вечность». Не так уж ошибался Федор Михайлович. Она, конечно, не совсем похожа на баньку с паутины по углам, но что-то общее есть. Не хватает только лозунга. Здесь выковывается дар немецкого гения к славной дате тысячелетия Рейха. «Зря смеетесь, Николас», — сказал барон. «Мы уже перебрали четверть комбинаций. Может быть, через час, может быть, через день. Но я услышу, как эти мэтхен завизжат от ужаса. И тогда, может быть...» Он посмотрел на меня. «Нам надо лететь в Иерусалим. Вы видели это своими глазами. Скажите ему! Помогите мне убедить его!» «Не имею права», — сказал я. «Но рассказать, что я видел, обязан». «Да, просто расскажите, что вы это видели. Он поймет. Хотите коньяку?» «Хочу». Кабинет Зиббетендорфа располагался в отделе крови дракона. Там трудились четыре молодых человека самого подозрительного вида. Отдел напоминал декорацию фильма о безумном ученом. Коктейль из физической, химической и оптической лаборатории, составленный с истинно немецкой обстоятельностью и сентиментальностью. Рядом с точными дорогими приборами стояли вазочки с цветами. На стенах среди таблиц висели фотографии девушек и собачек, а также салфетки, на которых вышиты были любимые Зибетендорфом назидательные стишки. И стоящего в углу Телефункина доносились предательские синкопы джаза Глена Миллера. Проезжала я хваленную Чаттанугу. Ничего особенного. Обыкновенный полустанок. — Сейчас я вам покажу кое-что. Барон заговорчески понизил голос, отпирая сейф. — Вот взгляните. Подлинная кровь дракона. В хрустальной пробирке аллели, похожие на бусины гранулок Сириона. Мне понадобилось немало усилий, чтобы промолчать. Дело в том, что обычно Ксирион помещается в капсулы из пчелиного воска. Он, конечно, просвечивает сквозь них, но тускло. Цвет гранул коричневый, и они неправильной формы. Но тот Ксирион, который мы переправляли гугенотом свободы для выхода Америки из Великой Депрессии, тот, который вез Брюс, а потом и я, тот был из чисто эстетских соображений, запечатан ввоз горных пчел, подкрашенный кармином. И вот перед собой я видел десяток гранул того самого Ксириона. «Кровь дракона — это, если я правильно помню, одно из названий философского камня», — сказал я. «Совершенно верно», — обрадовал своим познанием Дизи Беттендорф. «Вот этого количества достаточно для того, чтобы произвести центнер чистейшего золота. Скоро мы приступим к синтезу этого вещества». «Стоило ли тогда затевать войну?» Пожал я плечами. Зи Беттендорф огляделся, взял меня за плечи и сказал негромко. «Война — это дело рук политических пигмеев. А мы с вами маги, Николас. Какой коньяк вы предпочитаете?» В сейфе стояла всего одна бутылка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова